годов, еще тогда существовал Советский Союз, и время было очень творческое, потому что когда ты шел кому-нибудь на день рождения из ближайших друзей, подарить было буквально нечего. То есть ничего нельзя было купить, ничего нельзя было продать. Вот с чем идти? Приходилось производить какие-то собственноручно произведения искусств. Приходилось писать песни, сочинять стихи, рисовать картины и дарить это своим друзьям. Со временем стало легче, теперь можно что-то купить, необязательно создавать произведения искусств. И вот в 90-х у моего друга, у которого фамилия Ноздровский, это важно, Ноздровский, тоже было нечего подарить, и я написал ему два стихотворения, которые назвал «Стихи о советском насморке». У Ноздровский насморк, понятно, да? Вот. И как-то это была такая шутка, такой вот капустничек и между собойчик, просто вот написал, шутку подарил, а потом кто-то меня попросил прочитать где-то в компании друзей, потом вдруг я где-то прочел это уже когда стал в залах выступать, и так получилось, что это вот старое стихотворение, подаренное другу на день рождения, превратилось в такой эстрадный номер, который я до сих пор читаю со сцены, и вот сейчас прочитаю вам. Итак, стихи о советском насморке. Стих первый. Когда достаю из штанины своей я тряпку размером с газету труд, увидев масштабы моих ноздрей, пугается робкий рабочий люд. Интеллигенция лезет под стол, роняя в нитшу свое пенсне. Крестьянин кутается в подол, жену надевая за место кашне. Бюрократ запирает дверь на обед и в нарукавнике прячет дрожь, и даже забивший на службу дед ховает сапог свой чухонский нож. Мой нос не кнопка, мой нос комбайн. Чихну и в стене прорубаю брешь, как будто рок-группа кампфовый майн слабала трагедию в стиле трэш. Не нос, носина, бомба, труба, неизлечимый природный бунт. А если чихну я не раз, а в бак, кругом остается один лишь грунт. Стук в дверь. Это кто-то пришел ко мне. А, это власти, изъять мой нос, чтоб больше я им не брешил в стене и чем-нибудь мирным решал вопрос. Теперь я без носа, увы, мужчина. Такой вот гоголь стрясся со мной. А женщины дуры. Узнав причину, не верят, что насморк тому вину. Стих второй. Снова в душу плюнул прогноз. За окном матерятся дети. Двое в комнате, я и нос. Ждем, когда же вернется третий. Не печалься, мой сизый брат. Он придет и залечит рану. А пока окунись в салат. Я тебя осуждать не стану. Мы ведь с детства с тобой на ты. Мы почти близнецы и братья. Насморк. Это лишь полбеды. Нет лекарства. Вот в чем проклятие. Ты сегодня слегка опух. И лежишь не в своей тарелке. Ничего. Потерпи до двух. Я бы сам. Да двоятся стрелки. Ты не кисни. Дыши смелей. Ведь тебя еще не прищемили. Я скажу тебе, без соплей. Все течет в этом странном мире. Все течет по усам струя. За окном домерзают дети. Двое в комнате. Нос и я. Но когда же вернется третий. Спасибо. Спасибо.